Ну и наши фирмы продолжаем уже с гостем. У нас в гостях Андрей Флаолеев и исполняющий обязанности ректора КФУ имени Вернадского. Доброе утро. Доброе утро. Насколько мы знаем, сейчас университет перешел на несколько другой режим обучения, дистанционный. Ну не только наш университет. Фактически все российские университеты перешли в режим дистанта для того, чтобы сократить контактное, вот как мы с вами, общение, для того, чтобы не было общения преподавателя со студентом, перевели всех в дистанционный формат. Ну и если честно сказать, по миру это 60 миллионов студентов сейчас в таком формате. Как теперь это будет все-таки процесс обучения осуществляться? Ну для нас самое главное не потерять качество, то есть мы, это не каникулы, это не самостоятельное обучение студента, не заучное. Учимся, все нормально. Мы учимся по расписанию, с утра приходим вот как положено по расписанию, мы знаем какая дисциплина, то есть просто расписание сейчас состоит из перечня дисциплин. И там, где стоял раньше номер аудитории, в которой собираются, там сейчас стоит ссылочка в группы ВКонтакте, беседы ВКонтакте. Мне кажется, молодежь наоборот кайфует, да? Может быть? Ну на самом деле есть очень красивые истории. Мы вот вчера провели, то есть это новые возможности для студентов и для университета. Мы создали ситуационный центр, как я бы назвал это, такой взрослый преподавательский, для того, чтобы понимать, где технологические какие-то сложности. И создали вчера ситуационный центр студенческий, и наша задача, вот это сообщество все студенческое, для того, чтобы у них появилась возможность обратную связь давать и влиять на образовательный процесс. Раньше этого не было. Раньше все было за стенами, ну то есть где-то в какой-то аудитории нужно было там ректору или кому-то там директору дойти, увидеть, что там как-то так проходит или не так, студенты комфортно, некомфортно себя чувствуют. Сейчас стен нет, все в открытом пространстве, это пространство мы разметили, единственное для того, чтобы можно было осуществлять контроль. То есть можно было также проводить группы ВКонтакте как-то свои, каждый организовал, но мы их разметили для того, чтобы можно было потом аналитику собирать и контролировать, как происходит процесс. Андрей Павлович, я вот уверен и Саше, и нашим телезрителям, но им нечего скрывать, уже интересно, все-таки повлияет ли это на продуктивность обучения? Ну продуктивность такой сложный термин, который можно характеризовать какими-то показателями. В данном случае нас интересует прежде всего качество для того, чтобы не упало. Понятно, что есть теоретические знания, которые можно освоить дистанционно. Самостоятельно, да? Да, а есть самостоятельно и дистанционно, по крайней мере, вы можете что-то прочитать, выполнить какое-то задание, вплоть до того, что вы можете даже что-то написать, фотографировать и прислать преподавателю, что я это сделал. Встает вопрос, когда вам нужны не теоретические знания, а навыки практически. Вам нужно какой-то препарат, устройство, лабораторная установка, в которой вы что-то должны сделать, настроить. Вот этот формат, здесь мы пока просто вот те занятия, которые формировали эти навыки, чуть перенесли на более позднее время, потому что мы все с вами находимся сейчас в режиме неопределенности, мы не знаем, сколько продлится карантин. Поэтому сейчас на этом этапе мы себе поставили задачу провести, вывести в онлайн дистанционно теоретическое обучение и отложить на время те, которые более сложные навыки. Но сейчас параллельно думаем, потому что существуют симуляторы, виртуальные симуляторы лабораторных установок, и вот сейчас мы работаем над тем, чтобы их тоже обеспечить, если вдруг мы перейдем в длинную, в карантин. У нас пока сроков никаких нет, да? У нас сейчас есть сроки, мы пока до 1 апреля сделали вот этот режим. Мы регулярно, каждую неделю, каждую пятницу, вот вчера договорились со студентами, вчера был такой старостат, всеобщее подключение, вещание онлайн, обращение к студентам, такое первое. До этого не было возможности собрать, например, 30 тысяч одновременно на просмотре. Подключились, да, как-то совместно продумали? Да, действительно, вот сейчас, ну, на самом деле позволяет очень много инструментариев. Существуют сейчас вебинары, существует тот же YouTube, который можно создавать. ВКонтакте много инструментов предлагают. ВКонтакте мы используем просто как некую платформу, такой для сбора социальной вот этой группы, сообщества. То есть сообщество университета собираем на площадке ВКонтакте. А дальше каждый может использовать свои технологии для того, чтобы либо донести вот эту лекцию через какое-то потоковое видео, либо дать материал туда какой-то текстовый, либо же использовать. Ну, вот интересным опытом сегодня прочитал ДГТУ, ну, вот Южно-Федеральный округ наш. Они сделали, ну, тоже в качестве игры, провели занятие в Майнкрафте. То есть они построили в Майнкрафте аудиторию, прям сами там сидят. Ну, то есть сейчас для творчества, и нам крайне важно, чтобы здесь студенты сыграли активную роль. Для этого у них была только пассивная роль. Пришли, услышали задание, выполнили. Про Майнкрафт мы где-то сегодня уже слышали. Но вам, Андрей Павлович, хочется выразить огромную благодарность за то, что вы пришли и рассказали про такую актуальную тему. Наш эфир продолжается.